Перед началом благотворительного концерта работало несколько площадок. Мастер-класс по изготовлению бумажного цветка, каждый лепесток которого означает качество, присущее волонтерам. На выставке продажи «Жизнь дана на добрые дела» все желающие могли приобрести изделия ручной работы. Музыканты из группы «The Line Break» представили гостям вечера акустическую программу. В репертуаре коллектива – жизнеутверждающие песни о добре и выборе своего пути. Сегодня сюда пришли люди, которые друг друга, возможно, и не знают, но за счет музыки, за счет слов, за счет мелодии они все становятся одним целым. Программа благотворительного концерта состояла из выступлений танцевальных коллективов и вокалистов молодежного центра. Также организаторы весенней недели добра наградили самых активных добровольцев грамотами и благодарственными письмами. Много все-таки горожан не остались равнодушными, откликнулись, потому что кто-то сажал деревья, кто-то убирал мусор, кто-то собирал макулатуру, сдавал батарейки, собирал корм для приемника животных, кто-то дарил улыбки малышам. Владимир Новиков занимается общественной работой в волонтерском клубе «Феникс» при Саровском политехникуме. Для него помощь людям и родному городу стала неотъемлемой частью студенческой жизни. Мы помогали многим людям, занимаясь уборкой территории, помощь мы проводили, как и сейчас, например, на мы будем подключать, ходить цифровое телевидение. Мне очень приятно видеть добро в глазах людей, которые выражают они нам. В рамках проекта «Город единства непохожих» планируют провести благотворительный спектакль, различные мастер-классы для людей с ограниченными возможностями и продолжить развитие инклюзивных танцев. Множество неравнодушных саровчан, которые уже успели поучаствовать в акции, доказывают, что совершать добрые дела не только полезно, но и приятно. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.